всех с новым годом с прошедшим это она случилась короче наконец-то но случилось и наш иксиона случился опять я наверно знаете что подумал я наверно и сколько в него неделю на не заходил да тут надо починить будет я думаю что я не буду пердолиться в загрузке сохранения я буду играть так как играется солью значит солью я вот прям пытался тут фрост панк играть и там такая же история тебе надо сохраняться после каждого пука потому что если ты обосрешься хоть с чем-то все до свидания начнутся смерти у тебя начнется какофония и вот икси он этот тот же самый фрост панк те же самые рельсы мне кажется они по одной линии железной дороги вот этих вот игр идут ладно давайте смотреть что у нас происходит я как вы помните поставил наконец-то ферму водорослей правда у нас пока нету здесь воды и со льдом ты не очень-то все хорошо здесь он вроде как должен плавиться но его что-то маловато пойдем смотреть что есть о я вспомнил как прекрасно это движущееся облако которое хочет накрыть меня отпердохать о чёрт музычку слышите да это вот облако сейчас будет двигаться да ладно пойдем во флот и скажем кому-нибудь чтобы они а вот у меня есть один который ковыряет 74 льда но у меня никто его не вы это но не вы это где мой буровик дружище надо льда а если вот так поставлен будет чередовать или как он будет деле действовать интересно но в общем ладно продолжаем короче давайте по статистике пробежимся у нас почти по сотку неработающих уродцев в каждом секторе и у нас почти по 300 работающих уродцев в каждом секторе привет медиус с новым годом тебя на главном корабле пролетая сквозь него на другую сторону ну это конечно ты классно придумал но другой стороны так бы мне зацепиться не на не за что понимаешь вот чем проблема главный корабль может летать только какому-то объекту вот например к планете или там каким-то обломков обломком и я не могу перелететь здесь все занято это мне надо тут наверное зондом что-то может быть найти и в таком случае я смогу перелететь да но у меня тут куча активности я не могу все здесь бросить мне нужно ждать критического момента и наверно и наверно кстати говоря наверно теку надо отправлять к промышленным обломком потому что ну подальше от облака короче понимаете где мой берксон чем там делать что-то делает ладно сейчас посмотрим я уже забыл что тут происходит колонию я уже запустил это прекрасно она начинает генерить нам замечательные очки да ребята тут плавают по космосу и что у нас там с исследованиями мне интересно где моя лаба сейчас у нас идет исследование вокзала да как я прикольно придумал ну вокзал это хорошо да я единственное только надо бы что-то по улучшать может быть даже в корпус во время движения корпус разрушается на медленно 10 процентов вот это надо по-любому будет самосваривание горно-промышленный корабль улучшение а я еще делаю броню же до для кораблей да 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 ну потому что через облако летать такое себе будет дело сейчас будет дебаф от трупиков подожди а какие у меня есть трупики у меня нет трупиков поле трупов вокруг станции плавают трупы это повлияет на моральное состояние экипажа так он по моему у нас уже был этот дебаф потому что мы приехали в разрушенный командный центр обрушенный пищевой завод мне кажется здесь тоже куча трупов туда лететь не надо промышленные обломки испорченный реактор надо куда-то в такое место прилететь чтоб там не было трупов но по моему в обломках тоже есть по-моему когда мы прилетели уже было так чё тут происходит промышленный район разрушены и заводское оборудование и ныне погибший экипаж должны должно быть были угодили в ли кто это сука переводил должно быть были угодили в летучий жидкий металл должно быть были что это за херня когда произошла разгерметизация после затвердевания металла получилось просто ужасающее из из вояне в некоторых случаях от тела осталось только треснувшая металлическая оболочка который теперь плавает в космическом вакууме все криокапсулы которые мы нашли в этой зоне либо полностью покрыты сталью либо повреждены зато нашей команде удалось собрать информацию о произведенных процессах на этими нанки короче двадцать этих самых мы нашли можно еще склад поковырять источник желтых частей да и склад поковыряем а потом будем желтые частицы изучать а вот это что за херня у меня перед экраном тут белая частичка какая-то была разрабы кстати вроде баланс или на праздниках xion но по-моему это не работает на старых сейвах поэтому никого баланса нам не подвезут к сожалению так чё тут еще есть есть немножко ферма здесь чё у нас лед и кремнии и кремнии у меня нету а у меня тысячи его да блин слушайте нам надо новый наверное этот строить на станции шлюз и делать еще один буровик и делать больше кораблей потому что три корабля но четыре даже они не очень-то справляются а мне бы еще три наверное не помешало бы может даже в секторе ты чё нормально вообще ты нахера масштаб ты изменил вот сколько она там стоит то вот эта штука космос стыковочный отсек стоит 60 железа в общем то у меня есть 60 железа я бы на него правда поставил бы где-нибудь здесь может в углу а чё это как это баг что ли или фича смотрите что происходит я могу так отодвинуть и ничего не произошло ну и ладно но я пытался в общем мне нужен еще один стыковочный отсек я его незамедлительно делаю вот так до плюс у нас тут жилые комплексы а дорога то там есть подожди а есть дорога все нормально закрывают они понимаете не видать них рена так по глобальным заданиям открыть значит четыре сектора пробудить 2000 колонистов хранить на складе 500 ресурса льда это классно они придумали но вот это облако меня сильно бесит понимаете она максимально сильно бесит а сколько у нас вообще здесь в космосе замороженных ублюдков ноль да это проблема а как же 2000 пробужу может быть я не пробужу уже все до свидания тариан привет с новым годом у тебя с прошедшим так сказать надо что-то с полимерами еще делать у меня полимеры кончаются ребята размораживаются насколько я помню да я их не вырубал и вот у нас уже 500 что-то красное все все склады забитые попсиками да это проблема а что у нас тут по жилым помещением а здесь это не написано написано это на раз здесь население рабочие я уже не помню где эта статистика ну да ладно в общем у нас тут процессор производится это хорошо что там с облаком она еще не пердолит меня пока что нет что хорошо конечно же вернемся к зондам до зонди вообще нет не вернемся поехали сюда ой а чё чё с ним не так то у меня раньше так не делал внутрь пожалуйста можно мне так ну тут уже везут металл стали сейчас построим эту херовину сколько у меня тут рабочих у меня в секторе требуется 90 доступно 200 до с рабочими проблем не будет можно даже центр прослушивания запускать правда он начнет таймер у него начнет изменяться когда его запущен это пофигу на самом деле надо бы вот этот склад запустить мне полимеры по потребуется здесь давайте по ним тоже статистику то проведем сектор 3 на барабане включаем допустим 30 полимеров мне пожалуйста сюда привезите так мы завершили задание рассказывай сводка разведданных он насколько всего тут о 200 почти капсул похоже на складе произошло ожесточенное столкновение судя по всему местные рабочие пытались дать отпор захватчику используя мама мелкокалиберные самодельное оружие нет ничего что могло бы указать на личность захватчика кроме отметин лазерного резака на телах и контейнерах большая часть склада похоже опустошена тем не менее команда корабля берксон потратила некоторое время на поиски обнаружила несколько целых криокапсул и контейнеров с ресурсами все подготовлено к транспортировке ну теперь ищем источник желтых частиц получается да ну вот все в принципе тут нормально вроде облака она как-то знаете раз распласталась но она окружает конечно но не сильно быстро не сильно быстро может даже не сдохнем быстро мы еще 200 пупсиков ко мне подъедут мы конечно привезем попытаемся разморозить но господи где селить этих ублюдков доступна технология вокзал с чем мы собственно нас и поздравляем пойдем смотреть что там у нас идет следующее самосваривание гордопорочный корабль улучшения так хочу это за улучшение подожди лучше переносят опасные погодные условия а ну все правильно давайте выберем ему очередь я думаю что это будет грузовой так чё тут чё тут грузовые двигаются быстрее да давай быстрее выковыривать все будем и хорошо что нам тетка мне сказала все что ли уже привет red fox и так след желтых частиц желтые частицы на снегу понимаете да сквозь вакуум ввел другому участку обломка фетиминантки который кажется относительно уцелел другой участок был обнаружено что источником частиц являются раздавленные и поломанные цветки желтой тыквы эти мерзлые растения образуют ложу вокруг большого большой бронзовой статуи это изображение земли увенчаны лаврами рядом множество надпись осуждающих якобы врагов человечества долос и аштангитов табличка у основания гласит против цинизма убивающего надежду против безумия сеющего ад дабы увековечить гений человечества и сохранить память о нашей жизни на земле под табличкой есть отделение в котором оказалась запечатанная капсула времени вполне вероятно что ее можно открыть господи им надо на каждое действие несколько циклов открывай капсулу времени возможно там будет вирус и мы все умрем а ты открыл исследовательский чтоб без соплей наших проходила папе да я уже это дело исследовал там в цикл получаем один одно очко в цикл да все нормально с этим делом мне бы сейчас конечно прокачать скорость грузовикам и кайфануть и так значит смотрите что нам тут надо нам тут нужен но наверное еще один буровик еще один научный корабль и короче все нужны да прям все нужны нам вот все надо нам да что-то там меня какой-то инцидент произошел сектор 2 делай делай вещи ремонтируй пупсиковский склад да да у меня по полимерам жопа какая-то полная и сейчас почти все полимеры уйдут на создание кораблей и это конечно очень грустно кстати их не возят сюда почему-то так у меня кто-то полимеры вообще возит в приоритете да есть чувак у которого приоритет на полимеры но их нет как бы вот немножечко а нахера ты полимеры возишь вот эту надо возить блин давайте вот так что сделаем мне надо полимеров и льда но лед наверное можно немножко повременить полимеры нужны прямо сейчас чтобы сделать больше кораблей лед в принципе привезли вон уже вода какая-то генерится и фирма уже работает и мы получается делаем 127 процентов потребности обеспечен на это хорошо рассказывай мусороперерабатывающий завод доступно новое улучшение самоочищающаяся смазка у я не хочу читать этот текст вы извините я не могу у меня я уже не вывожу меня глаза вытекут те запасов один лед я люблю лед мне нравится лед а вот лед холодный прозрачный мягкий твердый смысле да сейчас мы очки здесь выковырием и берксон отправим на на колонию чтобы он оттуда очки исследования выковырил а потом он поедет в испорченный реактор но я правда немножко очкую как бы облако сюда не подъехал раньше его но вроде он быстро собирает очки то видите да все можно лететь давай давай дружище лети как никогда не летел привет из солнечного таиланда ох ты с новым годом и спасибо за контент классно ты вот это ты на надо нормально ты на новый год умотал спасибо большое тебе за поздравление тебя тоже с новым годом ты там аккуратней будь я слышал тайский туризм штука опасная понимаешь возможно сюрприз да ну я шучу конечно у меня бездомный бездомный один в секторе один кто-то проснулся и на него не хватает квартиры представляете но мы можем сюда кстати у меня есть дырка вот здесь если чё я уточню и мы можем в эту дырку запихать более-менее хорошее жилье давайте это сделаем тем более что сталь есть я только единственно не понимаю чего у меня полимеры не ездят в третий сектор потому что здесь она потому что вот здесь давай сделаем двадцаточку во втором тоже 20 ну вот они сейчас во второй переедут и в третий поедут все нормально короче надо чтобы везде были сраные полимеры так и мусорный завод у меня был отключен а почему ты был отключен ну давай включись нахрен да работает солнце еще высоко жена оберег от тайских сюрпризов но это понятно да я не только про эти сюрпризы о слушайте а у нас тут облако то максимально близко уже смотрите что происходит она прям вот прям в жопу дышит я бы сказал ну-ка давай лети сюда да полетел надо валить оттуда там нам делать нечего давайте передвинем наш тикун вот у меня там аккумуляторы есть во всех секторах я думаю что энергии хватит вот видите единственное только прочность корпуса страдает когда мы совершаем перелет ну я надеюсь что мы не развалимся пока летим тут лететь то в принципе три метра вода да так что там построили мне что-нибудь нет станция сейчас уязвима к погодам особи да я в курсе спасибо чего у нас тут происходит у нас тут строительство горнопромышленника уже идет следующий у нас на очереди грузовика давайте вот так сделаем сначала мы сделаем мистера исследователя а потом уже грузовик вот такая очередь мне больше по душе ну и все видите уже как бы и бездомных вроде бы нету но они все еще дебафятся из-за того что куча трупов повсюду все мы прилетели разрушены команды цена будет незамедлительно поглощен этим грибаным облаком и хер бы с ним вот что это за облако ой если б я знал момент это какое-то космическая буря которая двигается и она смотрите открыла нам точки которые можем прилететь но чтобы туда лететь надо сначала все отсюда перевести домой вот в чем дело поэтому надо ускорять исследовательские значит вещи давайте ему скорость так двигаются на 20 процентов да давай нужна скорость нужна молния они должны все это забрать и этому ублюдку можно скорость на 10 добывают давайте да надо короче успеть все отсюда забрать поздравляю с наступившим удачи и успехов твой дом а также всех благ всем собравшимся в этот вечер спасибо синоптик тебя тоже с наступившим голос конечно у этого озвучивателя такой интересный прямо как будто бы в таиланд попал к тараниру да спасибо синоптик скажи лучше что там по погоде у нас обещают 5 числа минус 28 а сегодня плюс вот можете себе представить как будет интересно через два дня ходить а уж проездить я даже говорить не хочу так ну в общем надо подумать как же мне долететь то до туда вот смотрите кратчайший путь из испорченного сектора о корабли готовы да давай лети сюда как думаете планк долетит через всю эту херню сюда или не долетит или сдохнет он черт это проблема да это прям проблема реально я переживаю за мои корабли то так лед и кремнии но меня интересует конечно же в первую очередь железо ох нихера там льда так вот здесь что-то интересное ну-ка лети сюда лети сюда гад жопа падла давай лети туда начало фростпанка у тебя сдохнет заряжай куму и вали и корабль забери да а кумов то не хватит ребята проблема в том что у меня аккумуляторов не хватит где у меня техобслуживание да так ну вот куда их распихать я могу еще два аккумулятора сюда поставить вот так я могу поставить еще два аккумулятора сюда о опять этот трек играет а не бесит меня сон слишком классный чтобы чтобы так вот со мной поступать так два аккумулятора надо поставить куда-нибудь сюда ну предположим наверное может здесь даже сейчас все железо уйдет на строительство этого дерьма ну по шесть аккумуляторов думаете хватит если сейчас у меня по четыре в каждом секторе то теперь будет по шесть но я а чё ты не забрал то все мудак ты вали давай а ты сюда вали так ну и чё сделались вот стальной пресс у меня есть и давайте ему скажем что ты падла будешь работать на благо человечества он попсихует с голоду зато выживут ну и тогда хорошо я все еще нахожусь в легком недоумении в тяжелом в тяжелейшем недоумении почему вот эти беспонтовки которые не работающие они не дохнут у меня огромные вопросы к разработчикам вот относительно этого геймплейного решения да если вы не знали я проводил эксперимент и никто не сдох понимаете я их запихал всех в один сектор и они просто орали кидались в меня доверием и не дохли там я не знаю почему так происходит все ты все молодец теперь лети на реактор так что посмотрим что у нас тут вытравленные надежды эм говорят экипаж корабля Планк говорит да мы сейчас находимся на орбите P3 3b или 38 на планете очень едкая атмосфера после приземления мы едва ли сможем импровизировать ща нужно установить протокол поиска мы знаем сколько только то что сигнал исходит из под горы нам нужно некоторое время чтобы все исследовать или же мы могли бы вместо этого собрать и проанализировать образцы материала чтобы расширить наши знания об экосистемах так ну я даже не знаю давай начнем с топографического анализа пока мы можем это делать а потом будем бурить видимо да я вернулся дальние родственники поздравляли меня с новоошедшим годом в мою жизнь да так наши датчики зафиксировали дрейфующий в космосе обломок и тиминанки судя по первым отчетам когда-то это было машинное отделение и реакторы корабля честно говоря он выглядит прям как настоящий корабль но это видимо его жопа видите там двигатель типа мы прибыли на место остались только два массивных реактора и тиминанки в ходе первоначальной разведки мы выявили три точки интереса двигатели машинное отделение и зона наблюдения за двигателем давайте начнем с двигателя и вдруг заведем там кабриолет этот и поедем и помчимся алекс привет спасибо с новым годом ребят всех с новым годом всех с новым годом нахер вообще на этой планете так у меня построился мистер люсиен и он будет делать то же самое что этот господин вот у нас видите что то с ресурсами то полное говно у меня не хватает буровиков по всей видимости чтобы все эти ресурсы выковыривать потому что ребята их увозят как как психопаты как дебилойды да мне нужно больше буровиков получается но я не хочу строить еще один шлюз на самом деле что то вот как то не лежит у меня душа можно знаете как поступить можно поступить интересным образом мы можем сделать демонтаж люсиену и вместо него сделать еще один мистер который будет собственно ковырять все здесь понимаете а ковыря здесь есть чё у нас тут дохера всего на самом деле если мы посмотрим то мы увидим что тут 600 железа 400 ну вот не железо понимаете и 500 льда то есть их надо больше ребята возят быстро а вот ковыряют медленнее вот такой план у меня забирай всех и вали в другую сторону подожди мне надо выковырять остатки ресурсов я не могу бросить здесь вкусное железо оно мне нужно понимаешь так научный корабль завершил какую-то херню похоже в корабле и тиминанке использовались две разные движительных технологии внутрь значит какой-то системный двигатель имеет много общего с эгдвигателями до лосс по результатам перекрестной проверки данных о миссии виден ряд совпадений с тем случаем столкновения вблизи Сатурна во время начальной фазы испытаний Тикуна их межзвездная движительная система основана на вохле двигателя наша команда обнаружила остатки многочисленных зон аккредитации да господи какое странное слово движительным технологиям почему ты придумал это слово тварь ты переводчик говно тебя надо в попсиков запихать и выкинуть за борт короче по-видимому строго регламентировались все эти технологии они были повреждены во времена с короче говно все неинтересно давайте смотреть машинное отделение теперь неинтересное сообщение подъехало ко мне после осмотра двигателя жопные части этими нанки и здесь что-то произошло говорит экипаж корабля Планк мы определили что сигнал идет из заброшенного подземного комплекса мы проникли в комплекс но и к сожалению из-за единой из-за этой едкой херни в воздухе короче попал внутрь туда вот этот водки едкий воздух понимаете вот что дают эти вжухи какие вжухи рим электричество кончилось черт это проблема подождите сейчас судя по текущему состоянию комплекса был построен за последние 20 лет и мы не узнаем символику снаружи технологии внутри каждой действительно созданы людьми и есть признаки того что когда-то здесь кто-то обитал все еще немного времени перед тем как агрессивная атмосфера сожрет шасси корабля мы не можем исследовать всю площадку зато мы определили несколько точек интереса так нам надо валить отсюда слушайте покинуть покинуть оу оу а а у меня проблема а а что то проблема у меня как что серьезно в с с а как их всех вернуть на базу а одним щелчком можно так сделать мне надо мне надо валить отсюда сильно очень быстро валить ха да это проблема так давайте посмотрим аккумуляторы то заряжены они еще не заряжены а почему они потому что у меня нету цена энергии нету Сейчас, смотри, что-то вырублю просто. Да вруби ты внутренности мои. Что это такое? Это не то. Это нельзя вырубать. Учебный центр два очка даст мне. Вот эту херню вырубаем. Семь очков есть энергии. Что тут еще у меня есть? Вот эту херню, тридцаточку забираем. Заряжаемся. Ребята, заряжаемся быстрее. Я сейчас кончусь. Я кончусь сейчас. Домой, сука. Все грузовики подорваны. Все вообще грузовики подорваны. Классно, да? Я им прокачал броню-то. Вот просто... А, класс. Бергсон, ты жив? Долетишь вообще? Со своими событиями. Они не долетят, Алекс. Они не долетят. Они уже все сдохли. Ну все, последний грузовик только что уничтожился. Какие они кончены? А в смысле? А нахера тогда эти исследования по повышению прочности? Это я что-то не понимаю. У меня осталось... О, у меня есть углерод. Слушайте. А нахера мне углерод? Чтобы сделать себе полимеры? Тогда ладно. Тогда я, в принципе, более-менее спокоен. Возвращайся домой, тварь. Хоть ты выживи. Я не думаю, что мы спасем Бергсон, на самом деле. Но мы точно должны прыгать вот сюда, в испорченный реактор. Вот, сук. Дерьмо-то какое, а? Все, попробуем долететь, получается. До сюда. Давай, лети. Говно. Станция сейчас уязвима. Да я в курсе, спасибо. Как бы я... Как у нас с энергией дела? Аккумуляторы садятся, но вроде мы успеваем, да? Нет, не успеваем. Ускорить процесс. Черт. Мы сдохнем здесь. Мы все здесь подохнем. Да. Электромагнетида. Вот это облако, если вам было интересно, как называется, теперь вы знаете. Это электромагнетида. Все люди озлоблены и внезапно стали. Ну, потому что свет кончился. Я их понимаю, да. Лети, тварь, давай. Быстрее прилетай. Всем покинуть технологии. Все, которые только есть. А как же мне вот это забрать? Слушайте, а облако вообще отсюда... О! Чините мой корпус, твари, падлы жопые. Не будете чинить? О! Это плохой звук. А, у меня повреждены солнечные панели, товарищи. А, ты будешь? Выполняется ремонт. Ну вот, сейчас надо... Да заткнись ты, дура, сейчас, подожди. Я успею починиться, да? Нет? Бергсон, что, сдох? Нет, не сдох. Может, тут есть какой-нибудь... Сейчас, подождите. Вот мне бы, конечно, вот... Вот, что-нибудь найти, наверное, на границе бы. Ну, допустим. Ну, в смысле... Не хочет она лететь. О, падла! Если бы я нашел, я бы был молодец. Короче, похер, летим нахер отсюда. Долетит, не долетит, насрать. Лети в жопу отсюда, давай. Ну, я, наверное, уже не долечу. Там, корпус кончился. Надо будет загружаться. Минус 200. О, до свидания. Пока. Все, Тикун сдох. О, мне дали второй шанс, да? Спасибо. У меня есть 30 циклов, чтобы восстановить корпус. Дай вылететь оттуда. Подожди. Черт, там столько рейсиков. Сука, пердесиков. Ты ублюдок. Вернись на Тикун. Все, я потерял, считай, эти корабли. Надо вот это вот игнорировать теперь все эти рейсики, которые здесь были. Которые я так хотел собрать. И лед тоже, вот этот тоже. До свидания. Да, все, не долетел он. Короче, я, получается, спас только одного буровика. Ха-ха! Вот это я понимаю успех, да. Вы там не сдохли еще, люди мои? Все голодают. Все болеют. Все плохо. Прочность корпуса вообще в жопе. И это был, кстати, мой последний шанс, насколько я помню. Да, но мне кажется, без этой херни тупо не долететь. О, колонизаторы завершили миссию. Но я до вас долететь-то как бы не могу, ребята. Сорян. Да, заткнись ты, долбанный робот. Давай уже прилетайте, кунчикс. Так, мне интересно, энергия-то че там, как с энергией? Аварийное отключение питания. Ну, это понятно, да. Долетело? Долетело. Ну и че у нас с питанием? Я пока не очень понимаю. Они не хотят, да, чинить? Ну, ребята. Ну, ребята. 73 процента. Оно вообще не двигается. Эммм. Надо че-то вырубить, получается мне. 453. Мне надо 5 энергий где-то взять. Сейчас, подождите. Давайте мусорник вырубим. Все, давай, работай. Есть энергия, а прочность корпуса начинает восстанавливаться. Ну, это хорошо, да. Это хорошо. Главное, чтобы солнечную... А, все, они ее подчинили. Можно врубать. Все, солнечная панель доступна. Мы не сдохли. Ну, по крайней мере, прямо сейчас. И по идее, они сейчас... О, господи, доверие. Твою мать. Они кухню сломали. Да, с доверием проблема. Ну, сейчас, может, оно как-то немножко восстановится, когда они пожрут. Сталилитейный завод больше не работает. Ну, оно и понятно, да. Оно и не работало, в общем-то. Там забито все было. Давай, доверие в плюсик, пожалуйста. Тут все еще поле трупов. Откуда здесь-то поле трупов? А, здесь разгарметизированный какой-то район. Ясно. Иди ковыряй, друг. А где ты будешь ковырять? Подожди. Черт, я здесь не вырубил, да? Игнорируй. И вот это игнорируй. И вот это игнорируй. Ладно, надо зонт запускать. Нам рейсики нужны. Ну, допустим, полимеры и железо. Начнем с них. Мне надо выйти в доверие плюс. Где доверие плюс? Я не вижу доверия плюса. Они пожрут сегодня, нет? Похоже, в массы просочилось тревожное состояние. Теперь у меня минус один. Я что-то не пойму. Доверие-то будет восстанавливаться, нет? Когда они пожрут? Сектор 2, говорит. Пищи нет. А как нет, если есть? Ну, пожрите уже, уроды. О, тут еще и переработочка, да? Ну, давай вырубать вот это вот. А что у тебя выру... А, там бунт идет. Класс. Нормально вообще, нормально. Что еще можно вырубить? Где высвободить? Переутомление. Ну, потому что они полполовина бунтуют, половина болеют, половина, я не знаю, может быть, у них понос. Больше мне откуда-то и не высвободить людишек. Ну, кроме как, вот если повырубать вот эти штуки. Сколько там? О, господи. Где мне столько людей-то взять? Ну, я могу с первого во второй перевести. Че они не жрут-то? Объясните мне, пожалуйста. Нечего есть. Как нечего есть? Ну, как нечего есть? Сука, столовая полна едой. Она, видимо, не успевает. Да подожди ты, твою мать. Я восстанавливаю доверие. Подожди. Я пытаюсь. Я пытаюсь восстановить. Они должны пожрать. Уже 307 голодающих. Видимо, они долго будут восстанавливаться. Странно же, почему эти сразу пожрали? Непонятное дерьмо. Ну, ждем, короче, восстановления стабильности. А пока мы ждем, надо делать корабли. Ты копаешь? Он копает. Молодец. Так, давайте. Значит, мне нужен учебник. Еще учебник. И еще копатель. Нет, не копатель. Подожди. Копатель, наверное, еще рано. А как тебе отменить-то? Вот здесь было. Это... Да, вот тут. Давайте делать вот этих ребят. Ой, пардон. Мисклик. Господи, какой... Какой кошмар произошел. Раз в пять циклов обновляется пища. Потрясающе. Это плохо, на самом деле. Да. Здесь что-то доступное. Я не вижу чего. Во. Экипаж воодушевлен тем, сколько выживших прибыло на текунды. Понятно все. Бонус доверию 10%. Спасибо, спасибо. Оно не поменяло доверие никак. Ха-ха. Ну, ладно. Но с корпусом все еще проблемы. Слушайте, мне кажется, нужно делать еще одну. Хотя нет, наверное, пока не нужно. Но когда будет четвертый сектор, то давай сделаем. Так, грузовики пошли. Это замечательно. Сейчас начнем рисики возить. Фирум, пожалуйста, мне. Да. Это, конечно, жестко было. Все корабли потеряны. Люди голодушечки. Смотрите, какой бред. В первом секторе и в третьем было тоже там по 300 голодающих. Но как только я восстановил энергию, они сразу пропали. Во втором секторе они не сразу пропали, они пропадают по 10 человек. Это почему так работает? Это очень странно, как по мне. Ну, ладно, хер с ним. Главное, чтобы у них сейчас восстановились там. Ну, вы понимаете, да? Доступно 180, требуется на 100 больше. Почти на 100 больше. А вот по этому, по зданиям-то им есть где жить? Я даже не знаю. Знать бы еще, сколько здесь жилья. Черт. Так. Сектор 2. На 535 человек здесь. Слушайте, давайте переведем с первого сектора 100 рабочих. Во второй. Мне не нужно там переутомление. Вообще никак. Здесь везде по оптималочке. Минус 5, минус 2 уже. О-о-о. Ребята, пожалуйста. Надо хорош уже бесить меня. Никто не говорил. Да я, да, вот я, я хочу. Все, они пожрали. Ура. Они похавали. У нас пошел плюс 0,2. Минус 0,5. Минус 0,6. Подожди, а что за фигня? А? Так, недоброжелательные здесь. А что вам тут не нравится, ребята? В основном второй сектор всех на дно тянет, да? Я тут, может, чего отключил важного? Да вроде не отключал. Вот эта херня должна на 2 поднимать, но она, походу, не справляется. Мне надо где-то доверие высрать. Да там есть где жить. Да, тут есть где жить. Тут на 500 человек места хватит. Но доверие-то как бы падает. Я прям думаю, что с ним делать. Мне сюда уже ничего не поместить, понимаете, в чем проблема? Только если сносить фермы. 0,7 доверие. Короче, плюс только в первом секторе. Куда доверие-то делось? Я что-то не пойму. Ну, не поели немножко. Ну и ладно, бывает. Сейчас-то все нормально же, нет? Минус 1,1. Я чувствую, придется сейчас перезагружаться. Оно вообще не восстанавливается. Хотя все похавали. Так, узнали про судьбу протогора. Из-за того, что неудачные колонизации, политики отходы. Из-за трупов, плавающих снаружи. Из-за отношения убитых к населению. Че? Отношения убили население к приросту минус 10. Это че такое? Из-за отношения убы-убы ли населения. А! Ну, понятно. Зато за собаку плюс один. Из-за политики отходы. Я не знаю, как их восстанавливать. Это тяжело будет. Беда, беда. Давай, Галилей. Лети туда. Теперь у нас есть Галилей. Мало чего он, конечно, сделает. Эти штуки, походу, не справляются. Вы, ребята, должны по два давать в сектор. Че бы здесь придумать, а? Вот у них и эта херота есть, и эта херота есть. И надо парк, может, построить. Надо фермы разбирать. И влезут, кстати. Не влезут. Рейсики-то сюда. У-у-у, мама. Короче, походу, сейчас доверие не восстановится. А здесь у нас есть эта херота? Здесь тоже есть эта штука. Вот, блин. О, беда. Не, я, конечно, могу попробовать поставить им сюда парк. Ну, например. Ну, например, парк я поставлю им здесь. Но это только третий сектор подтянет. И то не факт. Сейчас минус 1,1. Он дает 0,3, по-моему. Да, сейчас будет минус 0,9. Ну, давайте, достраивайте, черт вас, дери. Так, зондики, может, вы мне поможете что-нибудь найти. Ну, где-то же я видел тебя. Ну, улети сюда. Вы вообще пойдете в плюс? А куда оно убралось-то? Я что-то не понимаю. Так, минус плюс 1,3. Это хорошо уже. Третий сектор вышел в плюс, второй сектор все еще в минусе. Надо тогда сюда что-нибудь вставить. Ну, предположим, я разберу эти две фермы. До свидания. Спасибо, что были с нами. Давайте, разбирайте их. А, их я разберу, потому что склады переполнены. Блин, сейчас подождите. Эм, здесь вообще 300 сплавов. Ребята, давайте 100 нахрен сюда переносите. Переносите 100 сюда, переносите. Давайте, высвобождайте мне. Че, разберем. Нормально будет. Опять минус 0,4. Да, сука, че они бесят-то меня? А они сильно бесят меня. Я вам сейчас шар сюда поставлю. Давай. Пропадай уже. Минус 0,5. Так, мы опять нашли какую-то срань господню. Наши датчики... О, господи, как много читать. А, обыскать жилой район. Давай. Мы, может, пупсиков найдем. Есть еще профессор у нас. Поехали туда. Почему у тебя такое маленькое население? Эм, потому что у меня такое маленькое население. Что за вопросы? Маленькое население? Тысяча ублюдков. Нормальное население у меня. Блин, они еще должны построить. Они еще должны построить. Алло. Мы прибыли на место, и по нашим оценкам, две трети этого района отсутствуют. Из-за оставшихся охлаждающих труп образуется дымка, которая висит над обломками. Слушайте, они эту картинку уже, по-моему, третий раз показывают. Частично скрывают плавающие трупы. Опять трупы. Научный комплекс, покинуть руины. Давай научный комплекс обследуй меня. А я буду мои грузовики восстанавливать, наверное. Врубай завод. Работай, завод. Хочу я тебя и тебя тоже построить. И у меня отсутствует здесь... Нет, не отсутствует, и все есть у меня. Просто их не увозят почему-то. А их не увозят потому, что у меня здесь нету гребаного склада. Кстати, да. Вот это я накосячил, конечно. Вот здесь должно храниться... Где? Вот это. И мы там будем хранить ноль, соответственно. Сектор 3. Углерод. Ноль. Вот. Теперь его будут увозить на завод. Так, ну че там? Все еще минус 0,5. Достраивай уже, твою мать. Все, плюс 0,1. И бунт. По идее, че у нас по идее? 105% в плюсе. Потому что две фирмы я разбомбил. Везде, короче, бунты идут. Минус 1,2%. Я не знаю, как им поднимать настроение. Летели, все было нормально. Ну вот, в секторе 2 еще здравоохранение по бороде пошло. Потому что у нас тут всего одна аптека. Не, ну я, конечно, могу поставить еще одну аптеку. Она не влезает. Я не могу поставить еще одну аптеку. Ну страдайте тогда. Нехер рубиться у себя там на рабочих местах. Убита членов экипажа 2. Ну и классно. Ну и нормально вообще. Обыскивайте лабы. Сколько надо раз начинать-то, чтобы закончить эту Иксюну, а? Какой кошмар. Не люблю я рельсовые игры. Прям. Прям не люблю. Не мое это вообще. А че, кончилось что ли опять? Черт, полимеры опять кончились. У меня всего 20 на борту. А забот вообще работает полимерный? А он же у меня где-то существует. О, еще и на шлюзе бунт. Ну уже 3.2. Давай восстанавливай. Черт тебя подери. 2.6 уже. А откуда это... Как это работает? Я не пойму. Смотрите, у них опять... У них теперь счастье у всех. Черт, они какие-то неадекватные суки. Зупившим в этой игре не хватает школы обучения, дармоедов, инженеров. Да здесь много чего не хватает. Здесь рельсы. Рельсы надо убирать. Вот у меня полимерный. По двадцаточке пилит. Но медленно все это идет. Ну ладно, пойдем чуть поисследуем. Вроде я тут выковырялся из кризиса. Обсерваторий можно будет строить, да? Боевой экзокупол. Центр здоровья. Могут лечиться соткой раненых. Но это такое себе. Потребляет 50 отходов за цикл. Беспечит жителей сектор необходимой водой. Атомная энергия. Ммм, непонятно что. Мне надо что-то делать с этим. С корпусом. Может быть. Цеха теперь ремонтирует сооружение автоматически. О, вот это мне надо, кстати, да? Да, я, наверное, очень хочу это. Чтобы не прокликивать постоянно. Максимальная скорость станции повышается на 30%. Вот это мы тоже берем. Ну, потому что я буду летать. О, планетка. Планетка. Сейчас. Так, 800 трупиков. Ну, в смысле, зябликов. Я даже читать не буду. Там какой-то бред. Опять та же картинка. Хоть бы картинки меняли. Я не знаю, что за херня. А, чё исследует? Чё-то вот исследую я. Постоянно чё-то исследую. Опять плюс 0,2. Второй сектор. Потому что у них сломалась аптека или что? Как вы понимать-то? Из-за нашей смертности. Из-за нашей смертности. Вот это добавилось или оно было? Ну, мы хотя бы в плюсе. Это радует. Сейчас тут срань подчиним. Может, нормально всё будет? Там 18 здравоохранения в жопе. Так, всё ещё плюс 0,2. Так, я пытаюсь понять, почему прыгает доверие туда-сюда. Но это, честно говоря, я не очень соображу. Штраф к стабильности постоянный. С тех пор, как мы покинули, мы утеряли 230 человек. Ха. А, всё. Да? Вот это гб уже. Теперь у меня во всех секторах дополнительный дебаф. Да? Всегда теперь будет. Политика пробуждения от крёстна. Минус 3. А-а-а. Может, политику изменить? Всё-таки минус 3. Это много. Правда, у меня здесь нет здания, да. Так что не изменить. Ну, теперь гг, короче. Это опять гг. Надо загружаться до момента переезжания через облако. Я не понял, что с доверием случилось, честно говоря. Странная херь какая-то. А здесь такая же история, кстати, в этом секторе. Вот нет. Это только в первом секторе у меня всё правильно. А оно вообще поможет? Ну, там будет плюс 2. Не, этот постоянный дебаф, наверное, уже ничем не победить. Я полагаю. Зато вон ребята построились. Могут трупики возить. Ну, короче, надо, походу, загружаться. Походу, надо загружаться. И перелетать раньше. Но откуда у него подъехало минус-то постоянный? Я не понимаю. Ничего не произошло, короче. Просто минус подъехал. Потому что немножко поголодали. Это, видимо, как снежный ком. Какая-то дресня, если честно. Опять плюс. Да в смысле, как это работает-то? Почему оно туда-сюда летает? Я что-то не соображу. Пропаганда. Откуда плюс пришёл ко мне сейчас? Я пытаюсь разобраться в этом. Теперь опять плюс. Херота какая-то. Чё он прыгает? Хоть записывай в бумажку, я не знаю. Откуда там минусы? Ой. Так, здесь будут... Подопытного забрать. Чё? Так, наша команда смогла извлечь некоторую инфу. Кроме того, обнаружена запечатанная капсула. В ней что-то вроде испытуемого. Изучив соответствующие отчёты об исследованиях, команда считает, что эксперимент связан с использованием технологии аштангитов и генетического материала, полученного из листьев Монгольда. Подопытный, имя которого указано на внешней стороне, короче, капсула, выглядит живым. Он спит. А нахера он мне нужен-то? Мужчина. Ща он дремлет. Команда корабля предлагает переместить его в кряк. Капсула отправит на бортику для дальше исследований. Ну давай возьмём чё. Давай возьмём. Я просто вот... Правда, я не соображаю, чё у них доверие прыгает. Щас вот плюс 0,3. Потому что в первом третьем плюс 0,6. Чё даёт дебаф-то? Я чё-то вот не понимаю. По-моему, всё то же самое и было. Я нового не заметил. Хрень какая-то. Да. Планета. Может мне на планету свалить? Там трупов не должно быть, кстати. Ну-ка, поехали. Попутешествуем. Попутешествуем. Лети, кораблик. Лети. Опять доверие в минус ушло. Просто потому, что мы полетели на другую точку? Вы чё, тупорылый? Опять плюс 3. Чё? Чё за говно? У-у-у-у. Я не понимаю. Как оно работает? Нового не появилось. О, подожди. Пробуждение от крёстна. Чё добавилось? Чё-то добавилось. Я не увидел, чё добавилось. Блин. Вот и теперь минус. Видите? Сейчас мы долетим. Ну, долетай уже. Чё, ты долететь не можешь? Или чё? О, долетело. Минус 1. Я не увидел, чё... Блин, надо на записи посмотреть, изучить, чё добавляется-то в минус. Оставили родной дом, трупы, отношения. Политика отхода ещё один даёт. Ну, и в жопу их. Политика отхода никуда не девается. Это не планета. Я знаю, мне ж надо за несколько этих долетать. Надо ж заряжаться потихонечку. Если я сразу на планету полечу, а не просто в ноль доверия уйдёт? Там же не должны трупы плавать, правильно? Это же обломки, вот эти точки. А на планете трупов не будет? Если это вообще планета. Ну, это планета, да. Это единственная планета после вот этой. А облако, может, вообще уедет теперь отсюда. Теперь у них плюс опять. Чё за бред-то? Я не пойму. Чё с доверием такое? Так, сейчас плюс. Чё добавится? Чё-то добавилось. Из-за того, что что? А, сейчас из-за того, что дома лишены энергии. Окей, окей. Это я не видел. Окей, сейчас будет энергия. Не ссыте. Мы почти долетели. Всё, теперь опять плюс 0,3. Сейчас у них, походу, будет... Применить политику пища дефицит в секторе 2. Ну, это будет очень плохо, если я так сделаю. Ну, давай чисто поржать. Стабильность минус 1, да? Давай обилие сделаем. Ха-ха! Блин, а чё за... Нет, я не хочу. Я хочу, но не хочу. Если я сделаю дефицит, здесь будет ещё один минус. Верните доверие экипажа. Да я не могу. Всё, я просрал это задание. И сейчас доверия ещё меньше будет у меня. Какая-то бредятина, если честно. Так, где мой тикунчик? Ой, да короче, была не была. Лети, мы и похер. Тут уже нечего ловить. Лети, лети кораблик мечты моей. Улети. Лети, пожалуйста. Доверие всё равно в плюсе. Сейчас вырубится пара секторов. Кирк, это не кажется, что это бред? Типа обычные рабочие умирать умеют, а дармоеды никогда не умирают. Что за бессмертные ублюдки? А? Походу, меня завалили бунтовщики, да? Я не долетел. Ну вот, всё, я долетел. Эден, Эден, я долетел. Хоть бы знать, есть там... О-о-о-о. Принудительная перестройка. У экипажа не осталось никакого доверия к администратору. Вас силой вырвали из вашего саркофага в центре управления. Невзирая на комплексные процедуры по отсоединению, ваше замёрзшее изувеченное тело витает в космосе. Ну, я думаю, что... Я думаю, что... Ну и хер бы с ними, пусть дохнут, получается. Ладно, я думаю, что мы ещё раз попробуем с момента, когда я... Так, цикл... Какой был цикл, когда я полетел? Вот знать бы ещё, какой это был цикл. Ну ладно. Надо будет ещё раз попробовать. Это и папу будет покушечки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...